МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КУНСКАМЕРА Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Вы пире тележурнал КУНСКАМЕРА. Сегодня вы увидите то, что считается малоизвестным, но от этого не менее интересным и увлекательным. КУНСКАМЕРА для любознательных и восторженных теледрителей. Для вас добро пожаловать! КУНСКАМЕРА Сегодня мы начнем нашу программу с такой привлекательной на первый взгляд темы, как еда. Почему только на первый взгляд, спросите вы? Да потому что еда бывает разной. Она может быть сытной, аппетитной, не очень вкусной и совсем безвкусной. А еще она может быть живой. И сейчас вы ее увидите. Слабонервных просим от экранов на всякий случай отвернуться, потому что на съемках этого сюжета пострадала не одна креветка. Никогда не хотели поймать какую-нибудь живность и сразу проглотить? В Шанхае, Китай, если вы проголодались, требуется сохранять ловкость, потому что еда вовсе не хочет таковой становиться. Она будет искать тысячу и один способ спастись, прыгая по столам. Не удивляйтесь, если заказав креветок в белом вине, ничего не обнаружите на своей тарелке. Они живые, и вам придется поймать их собственными зубами, если есть желание ими полакомиться. Так что не старайтесь найти столик почище. После битвы с креветками ваша скатерть вся покроется пятнами. Немногие решаются заказать это изысканное блюдо, но некоторые считают его самым лучшим. Будет непростительно, если вы его не отведаете, поскольку возможность съесть их живыми даст вам большое удовлетворение и незабываемый опыт. Живые креветки, которых можно ловить палочками для еды и есть, пока они не сбежали. Только не надо скакать на столе и пугать других посетителей. Кроме возможности подкрепиться, вы сможете испытать свои охотничьи способности, ударяя точно в цель. В противном случае останетесь голодным. Еще одно преимущество состоит в том, что отбирать их можно из большого аквариума, стоящего в центре ресторана. Таким образом, вы заранее будете иметь представление об их размерах и скорости, когда наступит пора взяться за дело. Советуем плотно закрывать рот, поскольку они сделают все, чтобы ускользнуть. Бегают, прыгают, шевелят усиками, держите их крепко зубами и жуйте. Это уникальное по своему стилю блюдо, потому что это совсем не те креветки, поглощать которые вы привыкли. На этот раз они будут разбегаться с вашей тарелки. И если вы окажетесь недостаточно проворным, расползутся по всему столу. Потому что самых медлительных из них уже давно съели. Шипоголизм – это страстное желание покупать все подряд в больших количествах. Между прочим, ученые уже серьезно занялись этой относительно молодой человеческой манией и разделение шипоголиков на типы. Они выделяют спонтанных, осознанных, целеустремленных и даже разумных шипоголиков. Но к какому типу вы не относились бы? Вам прямая дорога на Гавайские острова. В город Гонолулу. Вот где рай для шипоголиков. Если вы полагаете, что Гавайи привлекают туристов только пляжами и ничем, кроме пляжей, вы не правы. Здесь можно посетить самый большой открытый торговый центр в мире. Торговый центр «Аламаана» в Гонолулу был построен в 1950 году с тем, чтобы максимально использовать тропический климат. Самое главное, что здесь ненужны кондиционеры, поскольку потолков нет и воздух циркулирует свободно. Площадь торгового центра составляет 167 225 квадратных метров. На четырех уровнях находятся 234 магазина и пять больших универсамов, где можно найти как самые эксклюзивные, так и наиболее популярные марки товара. На террасах располагаются прекрасные рестораны с видом на пляж «Аламаана». Открытые аллеи, окна и отсутствие потолков способствуют яркому освещению и свежести воздуха, привлекающих миллионы туристов. В среднем каждый месяц сюда приходит 4,5 миллиона человек. Он так огромен, что многие предпочитают пользоваться картой. Парковка вмещает более 8,5 тысяч автомобилей и есть идея расширить ее в будущем. В продуктовом отделе 28 киосков с различной национальной пищей и 1200 стульев для посетителей. Как видите, здесь можно приятно провести целый день, пройдя вверх и вниз по переходам. Однако морской бриз поможет вам чувствовать себя комфортно даже при столь длительном визите в самый большой торговый центр мира под открытым небом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь давайте затронем тему паранормальных явлений. И подойдем мы к ней без всяких набивших уже всем оскомину летающих тарелок, снежных людей и визитов пришельцев. Все гораздо проще и потому, на мой взгляд, еще более удивительно. А самое главное, мы с вами сейчас сможем увидеть чудо своими глазами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можете представить себе склон, по которому все катится вверх, а не вниз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вам кажется, что такого просто не может быть, отправляйтесь в Ливан. Там вы увидите волшебный склон, место, где именно так и происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не верите? Смотрите, как эта банка движется в противоположном направлении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А если и это вас не убедило, давайте проделаем то же самое с автомобилем. Водитель достигает уклона, выключает двигатель, ставит на нейтраль и ждет, что получится. И хотя это кажется невероятным, но автомобиль начинает катиться вверх по склону. Удивительно, правда? Столь странное явление превратило волшебный склон в место, привлекающее множество туристов. Бесчетное количество народа побывало здесь, чтобы собственными глазами увидеть феномен, противоречащий всякой логике. Некоторые религиозные фанатики верят, что здесь не обошлось без вмешательства божественной силы. Другие полагают, что во всем виноваты пришельцы. Однако наука предлагает более простое объяснение. Волшебный склон — это обыкновенный визуальный эффект, в результате которого человек видит один склон, когда на самом деле их два. Если наши слова вас не убедили, приезжайте сюда сами, поставьте свою машину на нейтраль и увидите, как она пойдет вверх по склону. А если и после этого ваше отношение останется скептическим, попытайтесь сбросить банку или любой другой предмет, который может катиться вниз или вверх по волшебному склону. Будете в Ливане, обязательно посетите чудесную гору. Чтобы не было причиной этого явления святой дух, инопланетяне или визуальный эффект, вы все равно получите сильное впечатление. Продолжаем тему чудес и теперь отправляемся на далекий остров Куба. В поисках всего самого необычного путь наш лежит прямиком на кладбище. Не пугайтесь, никаких ужасов вы сейчас не увидите. Только любопытные факты. А вообще веселенькая сегодня программа получается, правда? Если окажетесь на кладбище Колонн в Гаване, Куба, и увидите, что люди стучатся в чью-то могилу, а потом пятятся, это не галлюцинация. Это верные последователи чудотворной, которые для исполнения своих желаний должны постучаться к ней в могилу, а затем, не поворачиваясь, отойти, демонстрируя свое уважение. Многие годы эту могилу навещают тысячи людей, которые рассказывают о своих проблемах покойной Амелии Гойри де Адот. Эта женщина умерла ради сына, который тоже скончался. Они оба похоронены в одной могиле. Легенда гласит, что когда два года спустя могилу открыли, тело Амелии практически не разложилось. А ребенок, которого положили ей между ног, оказался у нее в объятиях, как будто она пыталась защитить его, как изображено на этой скульптуре. С того дня люди стали называть ее чудотворной, и многие верят, что она может исполнять желания. Почитатели приносят дары и трижды скучат по могильной плите, чтобы разбудить ее. Затем гладят статую и обходят всю могилу. Одновременно с этим следует загадать свое желание. Однако, чтобы оно исполнилось, необходимо уйти пятясь, чтобы не поворачиваться к статуе спиной. Иначе ничего не получится. Желаний исполнилось так много, что на кладбище пришлось отвезти дополнительную площадь под благодарственные таблички, которые люди приносили чудотворной. Так что, если окажетесь неподалеку, воспользуйтесь возможностью загадать желание и трижды постучите по надгробию. И не забудьте, что поворачиваться спиной к статуе нельзя. Поэтому смотрите, не споткнитесь, когда будете пятиться. С каждым годом число автомобилей на нашей планете неуклонно растет. Крупные города уже превратились в настоящие ловушки для автолюбителей. В мегаполисах человек за рулем не может рассчитать свое время, потому что каждую минуту рискует застрять в пробке. А каково приходится водителям более крупного транспорта? Грузовиков, например. Хотя в столице Кении, похоже, власти нашли такие решения и сильно облегчили жизнь их водителей. Вам никогда не хотелось пойти в школу вождения? Но не легковых машин, а грузовиков. В Найроби, Кении, существует множество заведений, обучающих управлению грузовиками. И можно учиться столько, сколько захочешь. Хотите стать следующим студентом? Тогда у вас есть широкий выбор курсов. Занятия идут три месяца по одному часу в день. Цена зависит от компании. Так что есть возможность поразмыслить. В школу приходят многие, формируя таким образом часть общины водителей и грузовиков, которых становится все больше и больше. Многие ищут работу в качестве водителей огромных тягачей. Им необходимо пройти обучение под руководством опытных инструкторов, чтобы позднее получить лицензию профессионального водителя. Если соберетесь учиться, школу найти нетрудно. Их названия написаны на бортах грузовиков. Есть машины, которые своими размерами отличаются от остального парка автомобилей, бегающих по улицам города. Гигантские грузовики, за руль которых нужно садиться абсолютно спокойным. Иначе малейшая ошибка может вызвать немало аварий вокруг. Такой урок требует большой ответственности и терпения. В конце концов, посадить новичка за руль такой махины – дело непростое. Зато теперь, если вы захотите чего-то нового и оригинального, станьте водителем грузовика, отказавшись для разнообразия от привычной легковушки. Проблема взаимоотношений полов существует на протяжении многих веков. Суть их со временем, безусловно, меняется. Но люди ни на минуту не оставляют надежды найти решение. Поиски эти проходят, правда, с переменным успехом. В Эквадоре, например, к проблеме отношений полов относятся с достаточной долей иронии. Мужчины, смотрите следующий сюжет без внутренних содроганий. Если в Эквадоре трансвестив идет посреди улицы, садится к вам в машину, пытается вас ударить или отпускает неприличные шуточки, остановитесь и посмотрите. Перед вами эротичный уличный спектакль. Платить не нужно. Просто делайте то, что по-вашему необходимо для шоу. Единственный совет – постарайтесь адекватно воспринимать все шутки и сохранять чувство юмора. Поскольку эти комедианты делают все, что хотят, демонстрируя свои способности и движения, которые не назовешь обычными. Не подумайте плохого, если один из них запрыгнет на вас, залезет в машину, заслонит вам дорогу или попытается вас поцеловать. Помните, все это только ради смеха и веселья. Ну, не без некоторой остроты, поскольку эта труппа прибегает к эротизму и сексуальным шуточкам. Но если вы консервативный отец семейства, лучше миновать это место, чтобы не позволить детям увидеть представление. Ибо основным средством привлечения публики являются скабрезности и зажигательные импровизации. Здесь возможно все. Вас будут поливать водой, чтобы освободить себе место, толкать и даже хватать вас за самые интимные места. В труппе всего два человека. Братья Мендес превратили простое действо в театральное шоу с участием публики. Когда они возьмутся за вас, вы станете центром внимания, и вам придется принять ту роль, что они вам предложат. судьи, тренера или модели. А если захотите покинуть это место, делайте это осторожно, иначе вам не позволят уйти до конца спектакля. Это театр, нарушающий все правила и табу, в котором задействовано все. Оскорбления, сексуальные движения, страсть и бесконечная импровизация составляют это представление, в котором вы без всяких проб получаете роль. Есть такой аттракцион банджи-джампинг. В России его часто называют тарзанкой. Любители острых ощущений, кто по какой-то причине не понимает, о чем речь, рассказывают. Привязывают к резиновому канату, и он с радостным криком прыгает вниз с невероятной высоты. Впечатлений потом и во время полета масса. Но в Новой Зеландии решили, что такой аттракцион устарел и нуждается в обновлении. Недолго думая, они просто перевернули все с ног на голову, и вот что получилось. Представляете себе кресло, которое неожиданно подбрасывает вас вверх на 56 метров? Если такое случится с вами в Новой Зеландии, не удивляйтесь. Это всего лишь знаменитая резиновая катапульта, которая здорово бьет по нервам. В самом центре города Окленд есть самая интересная и экстремальная форма отдыха этой страны — резиновая катапульта. Сидения, приделанных двум стальным башням эластичными канатами, которые обеспечивают вам стремительный старт. Советуем предпринять парную поездку, используя сразу два сидения. Смотритель убедится, что вы надежно прикреплены. Все, что нужно, это ждать пуска, а потом вы взлетите ввысь на 56 метров. За две секунды скорость сидения достигнет 200 км в час. Затем оно замедлит свое движение до полной остановки. Однако для гарантии полного удовлетворения клиентов у строителей приготовили сюрприз. Сидение пару раз перевернется, прежде чем отправиться в обратный путь. И все это за 18 долларов с пары. Если вы любите экстремальное удовольствие, приезжайте в Новую Зеландию и опробуйте резиновую катапульту. вам хочется еще? Прекрасно! На это и был наш расчет. В следующем выпуске вы увидите еще больше того, от чего можно ахнуть и удивиться. До встречи в телевизионной Кунсткамере на телеканале РАС-ТВ. Кунсткамера Редактор субтитров А.Семкин